Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня у нас нет ведущего, но поскольку я, как высокое должностное лицо, ректор университета рабочих корреспондентов, возьму на себя эту функцию, обязуюсь выполнять все положенные функции. Итак, тема сегодняшнего занятия – это создание и распределение национального дохода в России. Что, скажем так, обусловило вынести занятия в университете? Этот вопрос. Те, кто изучали марксизм, я думаю, это большинство, те, кто знакомы с марксизмом, знают, что один из основных фундаментов, фундаментальных положений Марса – это примат производства по отношению к другим сферам. Это во-первых. И во-вторых, главная производительная сила – это рабочий класс. Капиталистическое производство – товарное, там производятся товары, они имеют стоимость, стоимость создается живым трудом рабочих. Вроде все это Марсом доказано, но вот поскольку у нас сейчас капитализм, правящий класс, буржуазия, как-то вот не хотят это признавать. Приходится периодически обращаться к данным буржуазной статистики, буржуазных ученых. Но вот там не найти. Нет в буржуазной статистике понятия национального дохода. Они используют другое, некий ВВП – маловой внутренний продукт. Это с одной стороны. И с другой стороны, да и рабочего класса сейчас вроде как и нет. Вот если пролистать российский стат ежегодники за 20 лет, я сказать, отслеживаю, то поначалу давали статистику в разных хипостасях в отношении рабочего класса. Сейчас, как все меньше и меньше. Можно найти только данные по численности рабочего класса, и то укрупненно. А что касается основных каких-то характеристик, то все. Рабочего класса нет. Есть некие средние цифры. Средняя заработная плата и прочее, прочее, прочее. Ну, прекрасный, так сказать, метод. Вот вы, скажем, получаете 20 тысяч рублей, вы 30 тысяч. А вот там где-то, товарищ господин, миллион рублей. Складываем, делим на три. Сколько у нас средняя зарплата? 350 тысяч. Ну, замечательно. Какие проблемы? Что здесь вот мы учим, пытаемся, помогаем рабочему классу бороться за зарплату? Средняя-то замечательно. Это с одной стороны. С другой стороны, вот тем самым, за этими средними цифрами, за, так сказать, насаждаемым понятием, там, средний класс и прочее, пытаются размыть ленинское понятие классов. Ну, и за этим стоит, кстати, все то же самое, чтобы увести в сторону рабочий класс. Поэтому, вот, сделаем попытку восстановить уже в современных условиях, пытается применить то, что, так сказать, Марс дал, раскрыл в капитале. Ну, а для начала, вначале нам, так сказать, я постараюсь вкратце, надо вспомнить некоторые, так сказать, озвученные истины, но без которых нам нельзя будет дальше двигаться. Итак, начинаем. Значит, в капиталистическом производстве производятся товары. Вот они имеют две стороны, потребительная стоимость и стоимость. И меновая стоимость. Меновая стоимость, за которой стоит стоимость. Я пропускаю некоторые, скажем так, логические цепочки, поскольку они сейчас речи. Стоимость это затраты труда. Вот стоимость товара, у Марса написано, обозначается буковкой W, складывается из трех компонентов. С – это стоимость постоянного капитала, или стоимость потребленных средств производства. В – стоимость переменного капитала, или заработная плата. И М – прибавочная стоимость. Своим трудом, рабочий, конкретным трудом, переносит стоимость средств производства, которые он использует в процессе производства продуктов, товаров, на готовый продукт. И абстрактным трудом создает новую стоимость. Вот V плюс M, я взял кавычки, это новая стоимость, великое свойство рабочей силы, она в процессе ее использования, в процессе своей работы создается стоимость больше, чем она стоит. И вот новая стоимость, которая создается на всех предприятиях страны в течение года, называется национальным доходом. Вот первое понятие марсистское. Национальный доход, это вновь созданная стоимость в течение года во всей стране. Вот первое фундаментальное положение. Что дальше? Дальше, при капитализме, вот эта вновь созданная стоимость распределяется, она делится. Часть идет рабочему в виде заработной платы, а часть присваивается, безвозмездно присваивается капиталистам. И сам рабочий день делится на две части. Необходимое рабочее время и прибавочное рабочее время. То есть, необходимое рабочее время, то время, в течение которого рабочий создает эквивалент стоимости рабочей силы. Но марс брал в чистом виде, брал допущение, что стоимость рабочей силы полная. Прибавочное рабочее время, создается прибавочная стоимость, которая на основе законов капитализма присваивается, безвозмездно присваивается капиталистам. Вот идет первое распределение. То есть, создает эту новую стоимость рабочий, часть ее присваивает капиталист. И вот марс ввел такой показатель нормы прибавочной стоимости. Отношение прибавочной стоимости к стоимости переменного капитала или к стоимости рабочей силы. И назвал ее точным выражением степени капиталистической эксплуатации. Ну понятно, M это то, что присваивает капиталист, а V то, что достается, остается рабочим. Ну вот, на этом пока мы остановимся. Вот такие дела. А что сейчас в официальной буржуазной статистике? Или то, что пишут в своих статьях и книгах апологеты? Апологеты-защитники буржуазного строя. Ну нет этих показателей, а есть воловой внутренний продукт. Вот вы возьмете даже билетристику, журналистику, включите телевизор, там вот там ВВП вырос на столько-то процентов. Значит, воловой внутренний продукт. Огромные величины. По итогам 2017 года 92 триллиона рублей. Вот в стране составил воловой внутренний продукт. Какие различия? Первое различие. Фундаментальные. ВВП включает не только стоимость произведенных товаров, но и стоимость услуг. Это первое. Ну вот, я взял распечатку, насколько это влияет на ситуацию. Распечатку. Доли отраслей в производстве ВВП России в 2017 году. Ну вот, давайте смотрим. Ну, добыча полезных ископаемых. Я буду округлять, чтобы как-то легче укладывалось. 8,6 триллиона рублей. Это много. Но это отражает известную ситуацию, что Россия в основном в экономике это добывает сырье. И отправляет куда-то. Что касается обрабатывающих производств. Вот обратите внимание на порядок цифр. Начинаю читать. Производство готовых металлических изделий. 600 миллиардов. То есть миллиарды много, но речь уже о триллионах. Производство оптических изделий, электронных, компьютеров. 600 миллиардов. Производство электрического оборудования. 250 миллиардов. Производство машин и прочих. 400 миллиардов. То есть, видите, уже на порядок ниже. Но не это, так сказать, самые интересные и любопытные. Ну а какие же отрасли дают самый главный вклад в ВВП России? Ну вообще на первом месте торговли. 11 триллионов рублей. Вот торговля это локомотив прогресса российской экономики. И дальше. Есть такие интересные отрасли. Зачитываю. Деятельность финансовая и страховая. Финансовая и страховая это банки прежде всего. Какие-то финансовые организации и страховые общества. 3,5 триллиона. То есть, вот промышленность, да, вот эти отрасли, ну почти на порядок меньше. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом. 8 триллионов рублей. Это не строительство. Это вот купля-продаж. И вот еще закончу, чтобы не злоупотреблять вашим вниманием и временем. Очень любопытное. Деятельность в области права и бухгалтерского учета. Деятельность головных офисов, управленческих контор. И консультирование по вопросам управления. Значит, вклад. Вот эти, мне до сих пор не понятно, что это такое, но я догадываюсь. Значит, 1,1 триллиона рублей. Вот он, локомотив прогресса российской экономики. Какая там промышленность? Все надо вообще выкинуть, она мешает. И второе. Ну в этом понятии ВВП, конечно, роль рабочего класса полностью смазана. Вот она убрана куда? Получается, что он лишний, он не нужный. Мешается только под ногами. Вот такая ситуация. Ну и еще один пример. Есть такая организация в Москве. Называется Акционерное общество Московская биржа. Ну и такое у нее второе название. Московская межбанковская валютная биржа. Вы по названию можете догадаться, чем она занимается. Это посредник купли-продажи валюты. Между банками, финансовыми конторами и прочими. Ну и прочими денежными ресурсами. Вот я сегодня зашел на сайт. Сейчас они обязаны публиковать данные. Сообщаю вам, что оборот. Объем операций, который прошел только в сентябре. В сентябре 2018 года за один месяц составил 71 триллион рублей. Давайте сравним. Конечно, здесь нельзя строго сравнивать ВВП и оборот. Но все-таки сами цифры. За один месяц вот эта межбанковская биржа, которая ничего не производит. Трудится там несколько сот человек-специалистов. А оборот, вот этих вот валют и прочих там производных инструментов, фиктивного капитала. 70 триллионов рублей. Ну почти суммы сопоставимые силовым внутренним продуктам. Вот такой. Значит, мы возвращаемся тогда к марсистскому пониманию национального дохода. Какие у нас здесь проблемы получаются? Они всем известны, но я постараюсь их собрать воедино и сообщить некоторые цифры. Итак, значит, создана стоимость она распадается на две части. Вот в какой пропорции сейчас у нас? Первый проблем – заработная плата. Повторяю, значит, выудить, то есть статистика заработной платы рабочих сейчас отсутствует. Есть средняя. Но также докладываю, если вы следите за печатью, где-то несколько, пару месяцев назад Петростат победоносно сообщил, что средняя заработная плата по Санкт-Петербургу 62 тысячи рублей. Вот я вам докладываю. В общем-то я свяжу, вы все получаете. 62 тысячи. А среди рабочих, да? Средняя по Санкт-Петербургу. Рабочих нет. Рабочих нет уже. Все это. Вот вчера министр труда, по-моему, Топилин заявил, что у нас очень большие темпы роста заработной платы. В этом году на 11%. То есть я вижу в зале счастливые лица, большие зарплаты, на 11% она растет и так далее. Но все-таки что-то они еще делают. Видимо, по инерции удалось найти, проводятся выборочные исследования по прошлому году. Всех рабочих они разделили на три группы. Ну вот официальные данные буржуазной статистики. Значит, квалифицированные рабочие получают 36 тысяч рублей. Неквалифицированные 18,8 тысяч рублей. Операторы машин 37 тысяч рублей. Ну, давайте, так сказать, сравните, смотреть. Стоимость рабочей силы у нас сейчас в стране, вы эту цифру знаете, порядка 240-250 тысяч рублей при одном работающем, да, семье. 140 тысяч при двух работающих. То есть на порядок меньше. Можно с другой стороны посмотреть. Вот, так сказать, наши статистики официальные, буржуазные. Используются два показателя. Первый – прожиточный минимум. И второй – минимальная заработная плата. Прожиточный минимум, где-то 11 тысяч, по-моему, с небольшим. Что это такое прожиточный минимум? Ну, это такой набор товаров и услуг, который, я бы не сказал, что дает возможность жить человеку, а вот так как-то просуществовать. Не умереть. 11 тысяч. Ну, это парадокс. А минимальная заработная плата до недавнего времени была там 10 тысяч меньше. Удивительное дело. Но если меньше, если меньше 11 тысяч, то значит смерть. Так это невозможно существовать. Ну, вот давайте посмотрим. Вот неквалифицированные рабочие. Их 9 миллионов человек в стране. Наверное, у всех 7. Но, предположим, даже не трое детей. Вот жена одна и один ребенок. Вот она сидит с ним. Там что-то платят. 4-5 до 7 тысяч рублей. Ну, с 7 до 18-25 разделить на 3. Меньше прожиточного минимума. То есть на сегодняшний день огромная часть рабочего класса поставлена в условия выживания. Другого здесь не скажет. Второе. Это продолжительность рабочего дня. Ну, как вы знаете, официально у нас 40 часов. Не выше, не более 40 часов в неделю. Вот Институт социологии Российской Академии Наук. Ну, серьезная организация. Провел исследование и опубликовал. По России. Следующие данные. В 2014 году средняя продолжительность рабочей недели в России составила 44,3 часа. А в 2016 году через два года 45,3 часа. То есть вот получается. Значит, у нас рабочий день не 8 часов, а 9. Другая серьезная организация, международная, Организация экономического сотрудничества и развития сделала анализ по 37, ну, наиболее, сказать, крупным странам, сколько отрабатывают год. Россия оказалась на пятом месте снизу. По соседству там Чили, Мексика, Коста-Рика и так далее. Ну, вы можете взять калькулятор, посчитать, разделить на количество рабочих дней в году, приблизительно там 220, каждый год по-разному, то на 8, и получить сколько в день. На первом месте Германия. 1336 часов. То есть колоссальный разрыв. Но рядом с Германией там Франция, Норвегия, я уже не помню, какие страны. Ну, могу сказать, что, вот, ну, сказать, отслеживаем ситуацию не только у нас стране, или у соседей. Понятно, что наблюдачки с голубой каемочкой приносят эти 1336 часов. Прежде всего, это итог борьбы рабочего класса, трудящихся в этих странах. Вот последняя информация, которую, сказать, удалось узнать, что металлурги Германии добились следующего, что теперь можно им на два года выйти на 28-часовую рабочую неделю. мне пока не удалось перепроверить эти данные, так что можно посмотреть. Сколько 28 часов в неделю-то? В день получается 5,5 часов. Но на два года только. Вот два года отработал при таком льготном режиме, ну, потом возвратились на 35-часовую рабочую неделю, 7-часовой рабочий день. Я, конечно, всю жизнь проработал преподавателем, и прочее. Но в молодости два месяца, будучи студентом, отработал на металлургическом производстве в литейном цехе. Я помню тогда, хорошо, мне, сказать, осталось в памяти, рабочий день начался в 7 часов 30 минут, обеденный, в 7 часов 30 утра, обеденный перерыв был 30 минут, где-то около 4-х уже заканчивалось, еще целый вечер. А здесь, если 5 с половиной часов, во сколько закончится работа? Час? Час дня? Еще почти полдня нормального. То есть, можно и сюда прийти, можно заняться профсоюзной работой, можно заняться, наконец, развитием и так далее. Но все это достается, как мы это об этом будем говорить, классовой борьбой. Итак, какая у нас получается тогда норма прибавочной стоимости? Ну вот, есть данные, которые приводит доктор экономических наук Мазур Олег Анатольевич. По его расчетам наши рабочие в России работают на себя на зарплату 1 час из 8. 7 часов на капиталиста. Значит, какая норма прибавочной стоимости? 700 процентов. Ну вот, в прошлом году, в прошлом семестре здесь выступал Виктор Георгиевич Долгов, вы его хорошо знаете, по его данным, 40 минут уходит на то, чтобы отработать свою заработную плату. Все остальное присваивается капиталисту. Ну, недавно у меня были занятия в Красном университете, попала статистика. Обратились здесь с вопросом наших товарищей доктора НМТ, это Новороссийский морской торговый порт. Давно там не повышали заработную плату, инфляция идет, и вот они, спор у них возник. Насколько потребовать в коллективных, так сказать, переговорах, в коллективных действиях повышение зарплаты на 5%, на 10% или на 20%. Ну, благо, сейчас есть возможность, все эти предприятия обязаны публиковать статистику, так что пользуемся. Что получается? Занятых у них 3269 человек, рабочих 2200. Средняя зарплата 56 тысяч рублей. Выручка 24 миллиарда. Да, 24 миллиарда. Это крупная, современная эффективность с точки зрения капиталистической эффективности предприятия. Тебестоимость это вот то, что там С, это затраты средств производства и В, заработная плата 6 миллиардов. Значит, прибыль составила 18 миллиардов рублей. А дальше расчеты. Ну, мы можем взять, как бы упрощая, весь фонд оплаты труда. Ну, должны понимать, что сюда входит и руководство компании, генеральный директор и так далее. Элементарный расчет. Эту сумму умножаем на среднюю зарплату, умножаем на 12, можем даже взять отчисления, получается где-то 2,7 миллиарда. Если взять только рабочих, то вот, рабочие получили номинальная, начисленная заработная плата, то, что мы по ведомости начислили, 1,3 миллиарда рублей. Валовая прибыль капиталистов, акционеров составила 18. Прибыль относим к заработной плате, получаем 1400%. Колоссальная степень эксплуатации на данном предприятии. Что делать? Обращаемся к Марксу. Он рассматривал эти вопросы, сказал, что в буржуазном обществе на рынке встречаются два равных товара, владельца. Права у них вроде одни. Это владелец средств производства, он же капиталист и рабочий. Владелец рабочей силы. При столкновении равных прав что решает? Сила. Вот часть сила тот и возьмет. То есть сейчас конечно ситуация такая, что буржуазный класс буржуазии российский конечно во всю давит. Хотя есть светлые примеры. Вот я созванивался с Константином Васильевичем Федотовым, спрашивал как ситуация в морском порту Санкт-Петербурга. Он говорит по-прежнему вот у нас светлые пятна это первый контейнерный терминал действует коллективный договор. Нева Металл там тоже действует коллективный договор. Вот Владивостокский морской торговый порт там хороший замечательный коллективный договор. Но средняя зарплата докеров превысила 90 тысяч рублей. Это при том, что средняя по России такая. Это результат чего? Однозначен коллективных действий первых профсоюзов. Так возвращаемся ко второй части это самая прибыль. Здесь тоже есть распределение прежде всего между группами капиталистов. Вот в первом томе капитала Маркс рассматривал процесс производства капитала. Там создается прибавочная стоимость которая присваивается капиталистам. Затем она делится между группами капиталистов. Между торговыми капиталистами владельцами собственниками земли банкирами. Вот откуда получается банковская прибыль и что это такое? Банковская прибыль превращенная в форму прибавочной стоимости которую скажем промышленный капиталист вынужден отдать и уступить за пользование заемными средствами банкиру. здесь идет тоже распределение. Что здесь у нас в России? В России как всегда у нас конечно ситуация интересная. На самом деле прибавочная стоимость еще раз повторяю создается трудом рабочих прибыль это уже категория более поверхностная. Что входит в прибыль? Как показывает анализ это уже буржуазная статистика неохотно как-то сквозь зубы цедить надо выискивать между строк сопоставлять разные данные. Часть амортизации то есть вот эти средства производства основной капитал ведь он функционирует много лет капиталист должен откладывать в амортизационный фонд определенные средства чтобы потом когда средства производства вышли из строя купить новые есть нормы амортизации мы не будем останавливаться на этом но во всяком случае ежегодно закладывается по нормам амортизации установленным правительством закладывается определенные средства цену производства и через выручку возвращаются капиталисты он должен их откладывать на определенных счетах я потом цифры приведу мне делают они этого вот они вот сюда и перегоняют ну и часть заработной платы колоссальный разрыв вы это видите куда все это дальше идет мы об этом говорили ввоз и ныне там несмотря на то что громогласное заявление что надо бы разобраться с этим вот массовый поток прибыли за границу в офшоры такие тихие гавани где можно эту прибыль а забастовок нет поэтому вас никто не слышит может быть и так да ну вот я приведу данные может что другое значит по прошлому году это уже данные другой организации центрального банка российской федерации за 17-й год они правда по сути это вывод прибыли они называют вывозом капитала но пока не будем об этом говорить в 17-м году из России за рубеж вот это отток капитала вывоз по их мнению составил 39 миллиардов долларов но казалось бы вот он российский империализм туда вывозит капиталы строят предприятия эксплуатирует рабочих тем стран вот если влезть туда вглубь посмотреть куда сообщаю вам что 80% из этих 39 миллиардов а именно 32 миллиарда долларов ушли следующие страны Кипр Сингапур Люксембург Багамские острова и Биргинские острова почему туда именно сейчас объясню значит Люксембург вот и эти страны каждый год встречаются это же маленькая по площади государства европейская туда ежегодно уходят миллиарды десятки миллиардов долларов российских капиталистов ну казалось бы там уже яблоку негде упасть там должны быть заводы построенные за счет российских инвестиций стоять а на Багамских островах наверное вот из наших инвестиций тротуары мастят ну нет конечно это не выскакало вывод прибыли там льготный финансовый налоговый режим пока никто не пристает поэтому эти прибыли можно там легализовать а потом частично вернуть в Россию вот по примеру Кипра значит Кипр ушло в прошлом году порядка 20 миллиардов долларов обратно вернулось 8 миллиардов но под видом иностранных инвестиций но это уже вроде как не российский капитал значит здесь еще конечно тяжелая ситуация с нашей буржуазной статистикой под инвестиции попадает все вообще что такое инвестиции в правильном понимании это вложение капитала на развитие производства у нас же все вот отслеживаю я прессу вот такая газетка деловой Петербург вышла с огромной заголовок статьи правительство Петербурга одобрило включение в городскую адресную инвестиционную программу 9 миллиардов рублей на ремонт сетей теплосеть Петербурга деньги должны быть потрачены на приобретение казалось радоваться надо все мы живем в нашем городе знаем что все эти сети уже давно все прогнили как правило зимой все прорывается проблем здесь 9 миллиардов рублей на ремонт сетей ну что-то у меня подозрение возникнет маленькими буквами окажется деньги эти будут потрачены на приобретение пакета акций предприятия которое сейчас принадлежит Смольному на 25% а на 75% другой организации вот называется ПАУ ТГК-1 а за ней еще стоит а там еще стоит и в этом дело что значит приобрести акции вот обращаемся к Марцу Марц все-таки разделил есть реальный капитал а есть эффективный капитал реальный капитал это капитал вложенный в здания в сооружения станки в производство а эффективный капитал это бумажки всякие акции облигации которые выпущены под этот реальный капитал что значит купить акции кому эти 9 миллиардов перепадут вот если анализировать они попадут акционерам бывшим тем кто продаст эти акции и уйдут на сторону они же не в землю пойдут на ремонт сетей так я понимаю идем дальше вот это уже идет как бы вторичное распределение или перераспределение национального дохода но я не буду подробно говорить о том что вы можете сами почитать ведь в этой статистике вот скажем выплачиваются налоги налог на доходы физических лиц налог на прибыль вот они попадают формируется государственный бюджет и за счет средств государственных доходов государственного бюджета финансируется непроизводственная сфера ну здесь вы можете посмотреть статистику там однозначно сказать класс характер распределения национального дохода присутствует ну частично это перепадает и врачам и учителям это нужно а так это идет на оборону на правоохранительную деятельность на содержание репрессивного аппарата и так далее ну я не буду на этом останавливаться поскольку это можно посмотреть статистик самостоятельно здесь все интересное ну вот формирование и распределение государственного бюджета это уже на вторичное перераспределение национального дохода нам показывает четкий классовый характер но прежде всего вот подоходный налог вот заработная плата он у нас имеет так называемую плоскую шкалу 13% с любых доходов получается что 10 тысяч я возьму 13% получается что миллион миллиард тоже 13% похоже мы в мире остались ну там в одиночестве то есть все страны практически все имеют прогрессивную шкалу налогообложения она доходит до 60% наиболее развитых там Франция Швеция об этом мы не раз говорили я почему обращаюсь потому что совсем недавно вот были так сказать митинги споры дискуссии по поводу так называемой пенсионной реформы ну вот там предложило правительство ну суть понятно к чему сводится не платить пенсионерам повысить миссионного возраста и так далее я приведу две цифры но потом на одном из завершающих этапов вот вышел к экрану телевизоров Владимир Владимирович Путин и начал рассуждать и сказал что да вот мы рассматривали такой вопрос может быть вести прогрессивную шкалу налогообложения сделать процентов 20 ну это не решит проблему ну получим 120 миллиардов рублей бюджет ну а нужно больше ну я тут же взял статистику поднял взял калькулятор исток бумаги стал считать ну первый вопрос почему 20 процентов ну если нам все 20 четверть века говорят мы будем жить как во Франции так давайте если мы хотим ну не мы хотим они хотят чтобы мы жили как во Франции наверное надо делать как во Франции а там больше 50 процентов давайте установим 50 процентов то есть он назвал цифру 20 процентов сейчас 13 то есть увеличение на 7 процентов подоходного налога не всем а так сказать высоких доходов даст бюджету 120 миллиардов рублей а если 50 процентов разница будет сколько 37 сколько уже будет 650 миллиардов один из министров заявил ну нам вот в этом следующем году нужно будет порядка там 150 ну максимум 200 миллиардов то есть мы сэкономим а если платили а здесь сразу за один год получат 650 то есть вот получается скажем так попытка увести в сторону конечно идем дальше ну вот куда дальше идет прибыль вот капиталисты сформировали часть отправили в офшоры здесь есть буржуазное государство как совокупный капиталист что они что они делают а да я закончу значит я провел анализ за 10 лет на основе данных нашей госкомстата 2007 года то есть амортизация это необходимая вещь без которой производство не может развиваться повторяю значит средств амортизационного фонда то есть на амортизацию было направлено 35 триллионов рублей за 10 лет 2007 года прибыль капиталисты получили причем официальную которая только прошла по статистике 70 триллионов рублей красивая получается сумма за 10 лет более 100 триллионов рублей точнее 105 триллионов но вот дальше куда они их израсходовали значит на восстановление вот этих основных фондов и накопления ведь чтобы развиваться надо часть прибыли часть можно потратить а часть направить на накопление капитала ушло только менее 338 триллионов разница 67 триллионов где она ну можно предположить что нас капиталисты рачительные бережливые кстати вот когда Маркс написал капитал опубликовал тут же появились апологеты критиканы и разные теории вот теория создания прибавочной стоимости или прибыли их много было масса одна из них была это бережливость вот рабочие транжиры все тратят ничего не остается а капиталисты они бережливые рачительные вот они экономят и вот поэтому у них такие миллионы миллиарды ну вот может быть предположить что вот эти 67 триллионов они лежат на счетах и ждутся в банках в наших банках и ждутся его часа обращаемся к статистике другой организации центрального банка российской федерации пожалуйста на 1 января 2018 года остатки денежных средств на всех счетах всех юридических лиц российских 24 триллиона рублей разница где ну вот ответ тоже центральный банк дает в другом месте за 10 лет вывод капитала чистый отток превышение оттока над ввозом капитала в нашу страну составил 560 миллиардов долларов умножаем на курс получаем 36 триллионов рублей вот она разница вот он нескончаемый поток уже идет больше чем четверть века туда ну и последнее значит здесь какие еще можно удивительное дело значит у страны огромные золото валютные резервы и поскольку у нас экспорт превышает импорт вроде как в страну должны поступать вот эти средства куда они расходуются причем поступают громадные суммы ну по идее ну чем это связано ну повезло нам в России огромная страна богатая территория природные ресурсы ну так сложилось тут продаем эти природные ресурсы получаем огромные средства куда их надо по идее вкладывать вот с неба они свалились производство развивать развивать пользоваться этой ситуацией нет не делают не делали 25 лет и не будут делать в ближайшем будущем я вообще удивительное это дело вот другая газетка другая детка у нас сейчас речь идет о нашем современном российском капитализме вот такой министр экономического развития Максим Маришкин в России создан фонд национального благосостояния понятно что к нации это имеет маленькое отношение это все в руках совокупного капиталиста то есть на сегодня он составляет порядка 4 триллионов триллионов рублей вот в моей голове триллионы тяжело укладываются я могу сказать миллиарды построить мост через него нужно там 3-5 миллиардов большой мост 10 миллиардов ветку метро 200-300 миллиардов рублей а триллионы это значит можно целые отрасли как говорится перевооружить полностью хотя одеть с иголочки так вот они ввели такое бюджетное правило то есть они рассчитывают что сейчас цены на нефть пошли вверх вот а все что свыше 40 долларов вот они откладывают в эту разницу фонд национального благосостояния то есть туда идут миллиарды и триллионы рублей так вот они приняли решение и сейчас после того как этот фонд национального благосостояния превысит 7 процентов уровень 7 процентов от ВВП от валового внутреннего продукта тогда его можно использовать на развитие вроде бы хорошо ну ладно резервы нужны какие-то перестраховываются бог с ним ну удивительно куда и где развивать только не в России это за рубежом то есть вот эти условно в ковытках избытки можно будет расходовать только на развитие производства за рубежом удивительно и получается что наша российская буржуазия наша буржуазная власть помогает развиваться нашим конкурентам западноевропейским американским и так далее ну об этом можно еще много рассказывать я думаю давайте подводить итоги выводы они очень простые вывод первый национальный доход создается трудом рабочих все остальное это распределение и перераспределение первичное вторичное третичное национального дохода второй вывод вот вопрос можно в условиях капитализма как-то справедливо вот его распределить нельзя даже в том случае если заработная плата будет соответствовать стоимости рабочей силы все равно то есть вновь созданная стоимость она создается трудом рабочих в любом случае прибавочная стоимость это безвозмездное изъятие и способ здесь один это устранение капиталистического способа производства а какой устранить устранение и переход к коммунизму а как перейдете третий вывод ну что сейчас делать ну наверное возможно добиваться повышения заработной платы и сокращения рабочего дня согласен тем более что есть светлые примеры у нас ну вот в коллективном договоре Владивостокского морского торгового порта есть пункт который предусматривает повышение тарифных ставок докера в соответствии с уровнем инфляции плюс 5 процентов ну такое большое достижение правда пока я не знаю где-то еще есть но это конечно достижение возьмем коллективный договор безусловно прогрессивный коллективный договор первого контейнерного терминала здесь еще какая проблема есть смотрите предположим капитализм ну не такой вот который все ворует в кавычках все это забирает и выводит в офшоры тот который повышает производительность труда но есть отдельный пример если будет повышаться производительность труда то что тогда рабочий часть рабочих будет лишней для него и массово вот выгоняется за ворот что тогда надо делать а вот докеры морского борта Санкт-Петербурга первого контейнера терминала рекомендуют обязательно в качестве первого пункта коллективного договора предусматривать не учет мнений по вопросам увольнений или каких-то других трансформаций предприятия а согласование с профсоюзным органом потому что сейчас законодательство учет мнения что значит учет мнения ну вот я вам даю вот я хочу сократить вы против? да учел ваше мнение а сделал по-своему а согласование это уже все если не согласовали делать это нельзя и четвертый вывод ну вообще нужно ли вот сейчас это ну если мы ставим большие грандиозные задачи говорится устранение капитализма переход в социализм установление власти рабочего класса то конечно авангард рабочего класса ну наверное сам не сможет это сделать должен привлечь на свою сторону миллионы трудящихся каким образом это можно сделать только через организацию коллективной борьбы вот я возвращаюсь Константину Васильевичу Федотову с которым периодически консультировался и сейчас ну вот что делать какой ключ к решению этого вопроса ну он очень простой первое надо быть коллективом и второе надо работать с коллективом на этом я заканчиваю готов ответить на вопросы которые поступили почему же наши рабочие терпят такое низкое заработное плата ну вот такая ситуация так объясните позиции марксизма пожалуйста марксизм это не может объяснить нет может объяснить давайте послушаем значит вот есть две силы понимаете значит вот та вот сила которая противоположная диаметрально противоположный капиталист пока сильнее она перебивает силу выступления рабочего класса рабочий класс происходит наш российский период становления в том числе организации борьбы ну что еще можно сказать спасибо вопросов нет есть выступающие Степан Сергеевич Милицов пожалуйста прежде всего хотелось бы вразить благодарность интервандных лекциях получилась интересная только академические знания и какие-либо прикладные супруг статистики тем не менее несколько директорических замечаний вот что касается степени эксплуатации вот эта формула это эксплуатация совокупного работника ее нельзя применять непосредственно какому-то предприятию к расчету Виктор Иванович применил к образцовому профсоюзу докеров который имеет зарплату 92 тысячи рублей в месяц среднюю по докерам прогрессивный коллективный договор и степень эксплуатации получилась выше чем в среднем по стране 700 процентов и 1400 почему потому что взяты за основу эти цифры вот эта отчетность которую формирует работодатель это так не делается это так вторая сама направленность лекции все правильные вроде выводы правильные однако звучит нотки что капиталисты плохие выводят прибыль значит выводят прибыль за рубеж и часть лекции посвящена именно разбору вот этих цифр Маркс говорил что рабочему классу безразлично в какой пропорции делят прибыль капиталисты между собой какая часть банку идет какая часть промышленные капитали забирает нам рабочему классу это безразлично а Виктору Ивановичу не безразлично он пытается здесь регулировать почему не безразлично видимо он выражает интересы в конечном итоге не рабочего класса который безразлично а другую прослойки социального слоя который заинтересован в этом дележе этой прибыли отсюда вот такой интерес спасибо у меня два замечания по поводу выступления пана Сергеевича специально вчера готовить занятие и почитал Маркса в отношении нормы прибавочной стоимости так вот он там написал что можно и необходимо считать норму прибавочной стоимости и для одного рабочего в том числе а если для одного рабочего то можно и для коллектива что касается цифр то я здесь согласен вот выуживать из буржуазной статистики невпадимой это тяжело это первое второе по поводу того что как там распределяется прибыль я с вами полностью согласен нас не должно это не интересовать и я же не об этом говорил неоднократно может быть не очень четко еще раз скажу нам сказать не безразлично куда эти деньги пойдут и где бы устроиться эти заводы вспомнил Ленина вот я близко к тексту говорю что рабочему классу не безразлично при каких условиях будет совершаться революция и дальнейшее строительство социализма в каком смысле что более развитый капитализм проще говоря вот когда у нас будут крупные заводы на них будет много этих заводов будет рабочий класс с меньшими жертвами будет осуществлен переход к социализму и дальнейшее строительство социализма вот об этом идет речь спасибо за внимание следующее занятие в четверг 1 октября 1 ноября здесь выступает Казенов Александр Сергеевич доктор философских наук 1 октября перед come притягивая гуна свой жизнь видел что появ там